Друзья, всем привет! Вы на канале с Аленой Самсоновой и сегодня мы с вами говорим на тему гипертонии. Гипертония и связь повышенного давления и вашей психосоматики. Как часто действительно это происходит и как можно себе помочь, ты узнаешь в этом видео. Поэтому просто смотри и пиши свои комментарии. Самое важное понимать, что давление не проходит просто так и это действительно перегруз центральной или периферической нервной системы. И в этом деле очень важно понимать, какие внутренние, а бывают внешние события заставляют тебя раз за разом относиться к группе гипертоников. Ведь именно тогда, когда у тебя возникает постоянно повышенное давление, это мешает тебе выполнять самые важные, самые нужные, самые необходимые функции, которые ты должен выполнять в своей жизни. Это так неприятно действительно падать от давления, когда ты хочешь что-то создавать. Давай разберемся, какая идеология, какие причины ведут тебя к этому состоянию. Часто это действительно подавленность. Внутренняя подавленность, которая откликается на внешний мир таким образом. Также бывает то, что называется «я не знаю», «я не хочу», «я не буду». И все силы противостояния как будто бы идут через тебя. Какие это люди обычно с гипертонией, чисто по психосоматическому типу. Они очень часто уходят от разговора. Они не хотят вступать в беседы, они не хотят вступать в ссоры. Им проще выйти из этого состояния, чем действительно остаться в нем, проанализировать и договориться. Эти люди бывают уступают, но потом они часто переживают вот эти симптомы повышенного давления. Это как будто бы я сдавил, я подавил в себе всю ту злобу, всю ту агрессию, которая была на ситуацию, на человека. И потом она меня очень сильно напомнила о себе. И ведь именно так и происходит. Именно так и происходит, когда вы встречаетесь, когда вы общаетесь, и когда вы не даете себе досказать, договорить, выговорить. И дать человеку понять, кто здесь хозяин. А хозяин здесь вы. И когда вы все это переносите в себе, у вас повышается давление, у вас учащается пульс, у вас сильное сердцебиение. И вам кажется, что прямо сейчас это все не закончится. И не закончится никогда. Эти люди, которые у меня находятся в консультации, они действительно внутри очень мягкие. Бывают мягкие. И вот эта мягкость, которая присуща им, она не всегда дает выразить эмоции до конца. И когда человек испытывает раз за разом одни и те же симптомы, он впадает в хроническое состояние повышенного давления. И здесь уже физкультура, не физкультура, занятия, не занятия. А все так же остаются трудности. Как вы думаете, в чем здесь вопрос? В том, что нужно выговариваться, в том, что нужно заявлять о себе, либо в чем-то другом. В чем здесь вопрос? Возможно, это нежелание, а возможно, это отсутствие действий. Что это? И когда вы начнете разбираться, что это, что с вами происходит, что вы чувствуете в отношении того или иного человека, что вы чувствуете в отношении той или иной ситуации, как вам эта ситуация? Если эта ситуация никак, то и отпускайте ее. Отпускайте и дайте себе выдохнуть. Чем больше вы разрешаете себе выдыхать и говорить, это со мной, и я могу дать отпор, и я могу уйти. Чем больше вы выбираете отказаться, тем сильнее бывает вам не хочется ничего делать. И повышается давление. Как только появляется минутка отчаяния, включается то самое давление. У меня была девушка молодая, она была на руководящей должности. Но хронически повышенное давление из-за того, что очень много задач, очень много руководителей и очень много отчетов, которые нужно делать, и не остается времени на себя любимую. Именно поэтому вам нужно отказаться от того, что называется уходить от себя. Когда вы начнете чувствовать и думать как единое целое, это все будет намного быстрее, намного лучше и будет давать плоды со стопроцентным результатом. Гипертония – это заболевание, свойственно людям, обычно мягким. на самом деле, мягким внутри, по отношению к себе и по отношению к другим. Иногда им проще выйти из ситуации, чем остаться в ней и заявлять о себе. И я вас очень прошу, сегодня, просмотрев это видео, подумать, как часто вы заявляете о себе, как часто вы говорите о себе и действительно доносите до человека то мнение, которое важно вам. Досказывайте, высказываете ли вы. И во второй части, которую я попрошу посмотреть, я дам рекомендации и причины этого состояния. Ставьте лайки, подписывайтесь и самое главное – участвуйте в своей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...